Трудно поверить, но единственными продуктами, доступными в Кремле в страшном и голодном 1919 году были хлеб и икра. Такое воспоминание о своем визите в Кремль оставил один американец, которого там, собственно, этой икрой и угощали. Молодой 28-летний американец прибыл в Москву, эту новую столицу советской России, с невероятной, даже авантюрной миссией. Начало 1919 года – разгар гражданской войны. И ведь, по сути, ни одной. Бывшую Российскую империю буквально раздирают конфликты со множеством фронтов. Всего насчитывают 23 параллельные одновременные войны. Молодой человек, прибывший в Москву, направлен Великобританией и Соединенными Штатами на секретные переговоры с самим Лениным, но и его икрой. Итак, что мы предлагаем? Останавливаем военные действия на территории всей бывшей Российской империи. Раз. Устанавливаем перемирие. Два. Границы по линиям фронтов. Три. На территории страны появляется два десятка новых государств. Четыре. Борисовикам-коммунистам при этом отходит территория, немногим больше России при Иване Грозном. Пять. А самое главное – Ленин-то согласен. Дух захватывает. Прими, союзники, этот главный ленинский тезис 20-й век мог бы быть иным. Но сослагательное наклонение истории неведомо, и все случилось, как случилось. Но союзники предложение Ленина, добытое буллетом, так и не приняли. Им было не до России. Молодой же американец, чуть в одиночку не изменивший судьбу целого века, в Москву еще вернется. Это случится в 1933 году. Уильям Буллетт, так его звали, станет первым послом Соединенных Штатов в Советском Союзе. С тех самых пор резиденция американского посла остается неизменной. Дом на Спасо-Песковской площади 10 названы американцами Спасо-Хаус. Нам удалось оказаться в Спасо-Хаусе в отсутствие самого господина посла и основательно изучить все его помещения. Каждый метр этих комнат помнит всю историю непростых отношений наших стран. И лично его, первого посла Уильяма Буллета, человека, стремившегося изменить двадцатый век. Главное успеть, пока посол не вернулся. Кхе-кхе. Хай. Упс. Какими бы разными ни были социализм и капитализм, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки всегда находили точки для сотрудничества. Просто здесь это называли хозяйственной деятельностью, а там бизнесом. Американцы продавали в России грузовики, турбины, танки, самолеты. СССР поставлял пушнину, золото, а еще предметы искусства. За полтора десятилетия советской власти в России с Америкой не установили только одних отношений. Дипломатических. Только на 15-й год революции препятствия, по крайней мере на словах, были преодолены. 18 ноября 1933 года газеты обоих полушарий торжественно сообщили об установлении дипломатических отношений между СССР и США. Первым американским послом в Советской России становился Уильям Буллитт. Да-да, тот самый Буллитт, что вел когда-то переговоры с Лениным в Морозном в 19-м году, теперь возвращался в Москву несекретным, чрезвычайным и полномочным представителем своей родины. Уильям Буллитт происходил из богатой филадельфийской семьи, прекрасно знал Европу и жадно стремился постигнуть Россию. Был блестящим журналистом, успешным писателем и опытным дипломатом. Дружил с Зигмундом Фрейдом и Франклином Рузвельтом. Остроумный, образованный, компанейский и любвеобильный. Чтобы первый блин не оказался комом, лучшей кандидатуры для пекаря было не найти. Так начался лучший период советско-американских отношений за всю историю. Это Спасо-Песковская площадка, район Арбата. Хорошо же? А когда-то было еще лучше. Это шедевр Василия Поленова «Московский дворик». Смотрите. Тишь да благодать! Особняк, который предстояло занять американским пионером, некогда был построен московским купцом Николаем Второвым. В революцию собственник сменился на единственно возможного государства. Итак, дом Второва больше не дом Второва. Американцам отдают дом на Спасо-Песковской площади. Пусть будет Спасо-Хаус. Под неофициальным именем Спасо-Хаус дом просуществует с середины 30-х годов до сих пор. Ну что же, у нас есть возможность попасть внутрь самой известной московской посольской резиденции. Добро пожаловать на территорию Соединенных Штатов. Ну что же, сохранилась оригинальная роспись. Вход во Второвский особняк осеняли на римский манер 4 лиры. Портрет первого посланника Североамериканских Соединенных Штатов Джона Квинси Адамса. И вечные сувенирные украшения ко дню независимости. Вот здесь на официальных приемах стоит посол и приветствует всех гостей. Почти все картины на Спасо-Хаусовских стенах из специально созданного при Госдепартаменте США Фонда искусства. И из него каждый посол заказывает себе по вкусу. Или привозит личные. Как, например, эту зимнюю избушку. Или не зимнюю. Или не избушку. Купец Фторов, видимо, очень любил классический стиль. Тоже своеобразное посольство. Из первого Рима в третий. Для него эти белые ионические колонны вместо березок. А триумфальные римские венки вместо дуванчиков. И послы, хочешь не хочешь, чтят историческое наследие. А вот святая святых Спасо-Хаусе библиотека. Хозяева дома радушно разрешают полистать некоторые книги. Многие из них помнят еще Буллита. Например, вот это. Да, 32-й год. И Экслибрис. Лайбри оф Спасо-Хаусе. История дома настолько непрерывна, что здесь с прошлым можно столкнуться буквально на каждом шагу. Например, вот камин. Сажусь и переношусь в 30-е годы. Вот посол Буллит читает у того же камина ничуть не изменившегося. Это парадная столовая с дубовым интерьером. Хотя потолок это не дерево, а бетон хай-тек дореволюционных времен. Витые колонны у камина львы агрессивные дверные ручки. А здесь концертный зал. Его пристроили как раз при после Буллити. И, наконец, главное помещение. Некогда бальный зал господина Авторова, а ныне бальный зал господина посла. Именно здесь развернулось действие самой невероятной вечеринки довоенной Москвы. Накануне нового 35-го года Уильям Буллит, уезжая за консультациями в Вашингтон, попросил своих коллег устроить по-настоящему веселый прием. Он сказал «Sky is the limit». Буквально «Только небо вам граница». То есть делайте, что хотите. Буллит велел веселиться. А значит, надо было превзойти себя. Намечающуюся вечеринку назвали «Весенний фестиваль». Фестиваль должен был знаменовать весну по полной, с цветами, зеленью и весело радующимися всему благолепию тварями божьими. Вначале привезли косые ягняты из колхоза, но запах оказался настолько сильным и невыносимым, что на приведение посольства в порядок извели все американские духи. и дорога лежала вот сюда, в зоопарк. Для начала придумали замену колхозным животным. Вон, горные козы. Они-то не пахнут. Вернее, пахнут. Но не так сильно. Потом решили добавить петухов. Ну, это ладно. А потом Ирена Уайли, жена советника посла, сказала... Одно маленькое дикое животное большого вреда не принесет. Медвежонок, например. Были арендованы 100 зебровых амадинов. Вот таких. Директор зоопарка разрекламировал их пущу длиннохвостых попугаев и золотых фазанов. Ну, что, в посольстве натянули сетку и выпустили вот такую стаю амадинов под потолок. Наконец, настало 23 апреля 1935 года. На весенний бал в посольство приехали все. Партийная верхушка Бухарин, Бубнов, Радек, высшее армейское командование Тухачевский, Егоров, Буденный, театральная элита Мирхольд, Таиров, Булгаков, а также актрисы и балерины в большом количестве. Ничего подобного не было в Москве с кутежей дореволюционной золотой молодежи. Тюльпаны из Хельсинки, джаз-бенд из Чехословакии и цыганский оркестр. В кульминации вечера стала шутка партийного деятеля Карла Рады. Он стянул соску с бутыли молока, которым кормили медвежонка, надел ее на шампанское, напоил медвежонка. Итого вырвало на китер маршала Егорова. Но и это не было концом. Вечеринка закончилась только к 10 утра. лизгинкой, которую маршал Духачевский станцевал со звездой Большого театра Ольгой Лепешинской. Михаил Булгаков возвращается из спаса хаоса на рассвете ошарашенный. Он только что видел такое. Там, в доме, березки, цыгане, джаз, медведи, сотня птиц, советские палачи, генералы, балерины. Это не бал. Это бал сатаны какой-то. Погоди-ка, погоди-ка. На страницах нового, секретного булгаковского романа, который потом будет назван «Мастер и Маргарита», начали появляться наброски главного действия. Да и в хозяине посольского бала присутствовало что-то не наше. Буллик стремительно разочаровывается в прекрасной дружбе с Советским Союзом. Он-то считает дьяволом не себя, а хозяина другого, вот этого бала. После частых и резких депеш первого посла США в СССР отзывают «Уильям Буллид отправится послом во Францию и превратится в яростного врага советской диктатуры». Немалая часть памятного весеннего бала исчезнет в мясорубке сталинских репрессий. Аспаса Хаус остался служить американской дипломатией. И какими бы ни были отношениями между Соединенными Штатами и Советским Союзом, дом продолжал связывать две огромные страны. Американские дипломаты, как и все москвичи, будут вставлять стекла после ночных бомбардировок в 41-м. А в день убийства Джона Кеннеди взволнованные москвичи сами придут к воротам Спаса Хауса. Здравствуйте, господин посол. Добро пожаловать в Спаса Хаус. Мы рассказали про то, как тут жил посол Буллита. Ваш образ жизни на его похож чем-то? Ну, в чем-то так все и осталось. Если вы посмотрите на стену, вон там висит фотография Буллита. Я вот порой смотрю на этот снимок и представляю, что 83 или 84 года назад он сидел в этой комнате точно так же, как я сейчас. Но Буллит был тусовщиком, настоящим королем вечеринок. Он устраивал такие вечеринки, что все просто мечтали на них попасть. И это ваше любимое место в доме, да? А почему все-таки? Ну, понимаете, я всегда стараюсь представлять, что тут было до меня. Я видел фотографии, на которых прямо здесь и Ричард Никсон, и Рональд Рейган, и Джордж Буш старший. Все здесь буквально переполняется историей. Так, а еще покажете, где вам нравится? Конечно, с удовольствием. Это знаменитая лестница. Если я правильно помню, в 24 главе Мастера Маргариты Маргарита появляется на верхних ступеньках. Так вот, это именно здесь. Все, кто любит этот роман, приходят к нам сюда и говорят, где, где эта лестница? А вот она. А, Рояль, я его сразу заметил. Мы сейчас в бальном зале, в самой большой комнате дома. У нас тут стоит вот такое замечательное фортепиано. Все великие американские пианисты, которые приезжали в Москву, и все лучшие русские пианисты, приходившие в Спассо-хаус, играли на нем. От Владимира Горовица, Дэйва Брубика, Чика Корея, и, в общем, вообще все. Потому что Спассо-хаус это не только резиденция посла, а еще и целый культурный центр. Для самого Спассо-хауса важнее любых передряг во внешней политике достоинство и память. Об этом лучше всего говорит вот этот небольшой уголок. Здесь дипломаты выставили все из прошлой жизни, что сумели найти на чердаке, в земле и в подвале. Уильяма Буллета, человека, который так хотел изменить 20-й век, не станет в 1967 году, в разгар Холодной войны. Спассо-хаус переживет и ее. Здесь, в особняке на невыговариваемой для американцев Спассо-песковской площадке продолжат решаться важнейшие мировые вопросы. И прекрасно, если это будет происходить средь шумного бала. Москва никогда не была прочь повеселиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова